Как-то сложно нынче понять Габена. Вот вы, можете объяснить, зачем нужно было переделывать с нуля Оверпасс, который, пожалуй, был лучшей соревновательной картой в игре, чтобы убрать её из Active Duty и ещё и заменить её унылым дастом? Понять Габена сложно, но сегодня попробуем понять Оверпасс. Самую молодую карту нашего сериала, но с кучей уникальных деталей. Вы на Сайбер Мета. Погнали! Итак, Оверпасс. Карта даже моложе Кэша, который впервые появился в Сарсе. Игрокам она стала доступна 18 декабря 2013 года, что делает её моложе самого первого мажора по CSGO. Видос про него в описании. Добавили его вместе с Коблом, ссылка тоже в описании, как часть Операции Браво, второй по счёту Операции в игре. А теперь два факта, где один интереснее другого. Это первая карта в нашем сериале, которую сделали непосредственно сотрудники компании Valve. И ещё более внезапно, конкретно ремейком для CS2 занималась женщина. Лидия Занотти, 3D-артист. Она также подняла Baggage и Италию в CS2, но работала не только с вентилями. На Оверпассе она оставила пару пасхалок, вот одна из них. Переходим от Творцов к Творению и снова заходим с Козырей. Место действия – Берлин. Вдаёт местоположение два момента. Первый – это башня, несмотря на то, что похожее есть и в Нюрнбурге. Второй – вот эти граффити, которые принадлежат популярным в Берлине ребятам. Собственно, обещанный Козырь. Скайбокс на старом Оверпассе – это город Прага. Да, странная штука. На удивление, Оверпасс успел пережить кучу изменений, и вентили изначально были готовы к тому, что проблем с балансом не избежать. И как же без проблем, когда Б выглядит так? Плант был намного более открытым, а коннектор вёл только от Меда на АБЦ. Возле монстра был альтернативный выход на план через односторонний спрыг. Ещё один спрыг был с более узкого моста на воду. Перемещаемся на А. Доступ к лонгу через сортиры перекрыт, а на самом лонге было меньше высоких укрытий. На А был открыт этот участок. Кто-то, наверное, уже начинает ловить флешбеки. Также лонг соединялся с бананом, а не вёл прямо на Плант, как сейчас. В декабре 2013-го с карты убрали кучу хлама и улучшили видимость. В феврале следующего года подкрутили Б-Плант, а в марте разделили Б и воду. А на А внезапно влепили такое помещение для обороны планта. В марте также открыли проход с туалетов на лонг и коннектор с Т, но выглядело это так. В мае закрыли ванвей дроп с монстра, а в июле открыли банк. Да, до этого хелпа на А могла прийти только с мусора. В июле также допилили кон, а в августе выпилили коморку на А. А в январе 2015-го лонг наконец-то стал независим от банана. И после этого ничего серьёзного с картой не происходило, не считая ремейка, где изменился только визуал. Но ещё пару серьёзных вещей в истории карты случилось из-за вот этого джентльмена, которого все знают как Олаф Майстер. Первый раз Олаф сделал историю в 2014-м, на мажоре в Кёльне. Полуфинал, Фнатик Дигнитас, 14-14, и Олаф спешит разрядить бомбу. На самом деле, жест абсолютно ненужный, ведь это была ситуация 1 в 4, но получилось эпично, за что Олаф получил такое граффити. Кстати, первое в истории игры. Второй легендарный момент вновь выпал на 2014-й год, когда Фнатик столкнулись с LDLC, уже на следующем мажоре, который проходил в Йончи Пинге. Первые проиграли половину 13-2, но после смены сторон, когда Фнатик перешли за КТ, случилось это. В итоге победу одержали Фнатик, но админы позднее решили, что матч надо переиграть, однако Фнатики признали неправоту и просто сдали этот матч. В итоге, буст пофиксит, добавит такую табличку, а LDLC выиграет тот мажор. Обе пасхалки, кстати, добрались до ремейка Оверпасса, а Досина табличка на Инферно нет. Но, чтобы не заканчивать на грустном, вот вам эпичный эйс от Дюпри. И это Оверпасс. Карта, которая, казалось бы, будет актуальна ещё долгие годы, но жизнь оказалась суровой не только к нам с вами, но и к самому Оверпассу. Как думаете, вернётся ли он в основной пул? Напишите нам в комментариях. Ну а у нас пока всё. Увидимся в следующем ролике.